В эфире информационная программа Пульс города в студии Екатерина Иванова Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске Медведи спать не собираются Жители Лупчи, Савина Жалуются на хищников, свободно разгуливающих под микрорайоном Готовьте пластик Эковолонтеры запускают второй этап конкурса Крышечки надежды Успеть до срока специалисты налоговой инспекции Проведут для северян день открытых дверей И снова Медведи Сообщения граждан На встрече с хищниками на протяжении всего лета Поступали с пугающей периодичностью Сейчас, казалось бы, дело к зиме Пора косолапам укладываться в спячку Но нет Голодные животные продолжают наводить страх и ужас на северян Так уже почти привычными стали сообщения из Колвицы Там хищник сначала бродил по окрестностям Его видели у остановки Неподалеку от Садово-городнических товариществ Сейчас косолапы свободно гуляют по селу Его следы были не раз замечены у 24-го и 28-го дома на набережной Информация оперативно передана в Министерство природных ресурсов Специалистам этого ведомства предстоит принять решение о дальнейшей судьбе животного Алгоритмам, я думаю, вам не надо будет напоминать о том, что население обращается в ИДДС ИДС доводит до государственного охотнадзора Это нашего старшего инспектора, это Джо Лонкина И, соответственно, информирует о делах госохотнадзора Министерства природных ресурсов в Мурманской области Обратную связь они тоже отслеживают Такая задача им поставлена Что если медведи появляются, вот как вот сот колвица Там держались с представителем сотов через ИДДС Она информировала действия Что охотнадзор прислали туда охотников Они там отслеживали там медведя Ну и приняли меры, чтобы отпугнуть Больше он там вроде как не появляется А в эти выходные на карте Кандалакша появилась еще одна горячая точка В Медвежий угол превратилась в Лубчисавина Там хищник разгуливал около жилых домов Предупреждение о выходе Косолапова к людям Граждане оперативно разместили в социальных сетях А также сообщили в единую диспетчерскую службу Сегодня утром оттуда же поступила информация О попытке хищника напасть на кочегара Местной котельной, к счастью, обошлось Меры по всем сообщениям уже принимаются В прошлом году мы тоже ездили туда смотреть Следы этого медведя, пребывания его Там следы пребывания его есть Там видно было, пометы, следы и так прочее И он заглядывал в тот дежурный домик, где там охрана у них сидит И медведь с перепугу кричал, и охранник кричал Медведь убежал Он ходит там постоянно, тот медведь Это, видимо, ореол обитания, он туда иногда там проходит Когда там воинская часть была, естественно, шум техники его отпугивало А сейчас там более-менее спокойно, они стали приближаться ближе Но, опять же, что кормовой базы сейчас нет в лесу Они, естественно, идут на запах ближе к населенным пунктам Милиция в курсе, охотнадзор в курсе Они там отслеживают этот вопрос Но если будет какая-то угроза, я думаю, что его тоже отстрелят Холодное лето 2019-го доставило хлопот людям И бедживотным, и голодные мишки тянутся к жилищу человека Там есть съестное Нередко такие визиты заканчивались трагически Охотники были вынуждены изымать Медведей из естественной среды обитания Решение об отстреле принималось в этом году порядка 20 раз Готовьте пластик Конкурс «Крышечки надежды» возвращается Массовый сбор, как сообщили эковолонтеры Стартует со 2 ноября Всем желающим принять участие в состязании Необходимо заранее заполнить заявку Еще в прошлом году эковолонтеры детской эколого-биологической станции Поставили перед собой задачу собрать тонну пластиковых крышек Отправить их на завод по переработке А выручку от сдачи вторсырья направить на благое дело Перечислить фонд «Подари надежду» Первый этап конкурса прошел минувшей весной Однако общими усилиями кандалакшанам удалось собрать Чуть больше 300 килограммов пластика Работу по сбору крышек решено продолжить Жителей города приглашают присоединиться Ко второму этапу конкурса «Крышечка надежды» Он стартует 2 ноября Положение о состязании уже готово Согласно документу, гражданам, организациям и учреждениям Необходимо заранее обратиться в детскую эколого-биологическую станцию И оформить заявку на участие Делается это для того, чтобы избежать в будущем недоразумений При итоговом подсчете собранного пластика Впрочем, крышечки граждане могут сдавать и просто так Без заявки на участие в конкурсе 25 октября во всех налоговых инспекциях нашего региона Пройдет день открытых дверей Акция проводится ежегодно с целью оказания северянам Квалифицированной помощи по вопросам уплаты имущественных налогов Напомним, срок уплаты имущественного налога Истекает в этом году 2 декабря Однако не все северяне получили уведомления Есть и такие, кто обнаружил в платежном документе ошибку или ошибки Исправить которые помогут специалисты налоговой инспекции Всем обратившимся к ним 25 октября В день открытых дверей Налоговые инспекторы помогут разобраться в начислениях А также распечатать дубликат налогового уведомления Также налогоплательщики смогут подать заявление в налоговую инспекцию И заявить налоговые льготы Научиться оплачивать налоги через интернет А также подключиться к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня Впереди короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды Я же с вами прощаюсь до завтра Увидимся, как обычно, ровно в 19.00 на ТНТ-4 Всего вам доброго и до встречи